Шел седьмой день сентября, и я решила вам записать этот прекрасный ролик. Доброго дня, дорогие друзья! Как вы поживаете? Надеюсь, у вас все прекрасно и великолепно, и замечательно. У нас в Минске солнце еще яркое. По каждому транспорту спрячусь немного от него глаза, чтобы потом не было мигрени. Итак, я вам обещала рассказать, кто и что. Меня зовут Маргарита, вы на моем канале. Это версия 2 моей основы, потому что я поняла, что нужно выставить отдельным форматом именно блог о бизнесе. Мой опыт работы начался достаточно давно, но при этом все. В какой-то момент я решила, вернее, скажем так, правильнее, наверное, будет сказать, что меня постигла гениальная идея, а почему бы не открыть свое дело и не работать самой на себя. Собственно говоря, сейчас эта тема популяризируется достаточно много и активно. И вот, видимо, я стала жертвой этого счастья. Казалось бы, ну что такого? Ну, взяла, открыла, потратила все свои сбережения, 400 долларов по курсу на то время. Да, и что могло пойти не так? Это же все так легко и просто. Но, сокращая все антимонии и длинные переживания огромного количества лет, друзья мои, да, оказывается, с одной стороны, вроде бы все было не зря, потому что мы бы, наверное, не оказались с вами в этой точке. С другой стороны, я понимаю, что если бы я не открывала тогда в свое время магазин, а все пошло бы совершенно по-другому, я бы достигла, может быть, даже больших высот, чем это произошло с моим магазином. И я сейчас не говорю о том, что есть люди, которым вообще в принципе не дано вести бизнес. Бизнес дано вести действительно очень малому количеству людей как таковое. Я к ним, собственно говоря, тоже отношусь. Другой момент, что, может быть, совпало как-то, что я начала не в том месте, не в то время, не с тем товаром, скажем так, да, как сейчас это говорят, товарка. Но я нахожусь в той точке, в которой нахожусь. Мне, с одной стороны, нравится, что у меня получилось большое достаточное количество опыта в этот промежуток времени. Но, с другой стороны, может быть, было бы больше сохраненных нервных клеток, если бы этого опыта не было. Да, пока я вот так вот в пути, в дороге, решила вам записать небольшую, вводную такую часть, потому что, ну, немножко с вами познакомиться. А с другой стороны, от этой точки мы будем с вами отталкиваться. И дальше пойдет рассказ, каким образом у меня все происходило, что происходит сейчас по завершению этапа, еще незакрытого, скажем так, да, потому что на сегодняшний день у меня присутствует, магазин отсутствует, а сработают большие вопросы. Но договоримся об этом в следующем ролике. До новых встреч. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok